Достижение молодых Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех собравшихся в этом зале, учащихся школ, студентов, спортсменов, родителей, педагогов и тренеров, гостей праздника. По доброй традиции мы встречаемся с вами, победителями и призерами творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад, спортивных соревнований в Кану Нового Года! Мы прожили 2013 год достойно и интересно. Наши спортсмены, танцоры, певцы и художники укрепили свои позиции на международном и всероссийском уровнях. Все эти победы – яркие свидетельства нашего общего успеха. Церемония награждения памятным знаком достижения молодых 2013 объявляется открытой. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется заместителю главы администрации Русского муниципального района Медведевой Евгении Александровне. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, очень приятно, что сегодня, по традиции, в канун Нового Года, самого лучшего праздника на Земле, мы вновь вместе. Вместе уже десятый год. И представьте, что все ребята, которые прошли нашу церемонию, если за эти 10 лет мы бы собрали их вместе, получилось все наделение, детско-юношеское население Русского района, ну, сознательное, конечно, с 7 лет которое. Поэтому представьте, насколько это важное дело, которое нас сегодня всех объединяет. Я благодарю сегодня наших выступающих, которые задали тон нашему празднику, потому что, наверное, в таком ритме, который задал наш университет МВД, давайте отдельно еще им поаплодируем, и с таким энтузиазмом, с которым вышла Ружаночка, мы с вами и прожили этот 13-й год. И, наверное, по-другому и не может быть, потому что здесь сегодня самые лучшие, самые умные, самые творческие, иначе самые-самые. И поэтому я хочу, поблагодарив ваших тренеров, руководителей, учителей, сегодня еще раз сказать вам спасибо за 13-й год, ну и, конечно, наверное, после того, как вы получите сегодня традиционную статуэтку, говорящую о ваших достижениях, задуматься о перспективах, ведь движение — это все, особенно для вас, для молодежи. Мы тоже сегодня ассоциируем себя с вами. С праздником вас! Коминанцы за высокие достижения в области культуры и искусства награждение проводит Медведева Евгения Александровна. В июле этого года коллектив «Ружаночка» принимал участие в международном фестивале-конкурсе «Огни Парижа», где и стал клауреатом этого конкурса. Мы все поздравляем вас с этим знаменательным событием и приглашаем для награждения ансамбль танца детской хореографической школы «Ружаночка» и его руководителя, Любовь Алексеевну Кишину. Спасибо вам, Любовь Алексеевну, за сохранение традиций и народной географии. Коллектив награждается памятным знаком достижения молодых диплом в награде. О каждом сезоне коллектива награждается имена и сертификации. АПЛОДИСМЕНТЫ Громче апплодисменты, она у нас «Ружаночка» «Самая лучшая, самая любимая». Награждается ансамбль ударных инструментов «Эклектика» Московского областного филиала Московского университета МВД России и вокальный ансамбль «Голос чести». Они не только являются победителями всесоюзного фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира», но и принимают активное участие в патриотическом и духовно-травственном воспитании молодежи Московской области и Русского района. Руководители ансамбль, майор полиции Московского областного филиала Московского университета МВД России Тимошенко Борис Владимирович и младший лейтенант полиции Атвеев Алексей Константинович. Я думаю, что эти ребята – это особая гордость русского района, и мы просто не мыслим, наверное, свое существование без этих творческих, непредсказуемых, постоянно нас удивляющих молодых музыкантов. Слова! Награждается младший лейтенант полиции Ушаков Евгений, призер 6-го фестиваля Всероссийского музыкального фестиваля МВД России в городе Барнауле «Щит и Лира» Поздравляю! Приглашаем для награждения образцовый детский польклорный ансамбль «Зоренька» призер образцового конкурса польклорных коллективов и ансамбль народной песни в рамках конкурса «Юные таланты Москвы» руководитель Антонина Павловна Емельянова почетный работник учебного образования Сегодня у Антонины Павловны день рождения! Антонина Павловна, мы поздравляем вас от всей души Желаем вам здоровья, просветания и благополучия Спасибо вам за сохранение русских народных комитетов Вы знаете, наверное, нет ансамбля в нашем русском районе которые так дотошно и с таким желанием изучали бы фольклор И, наверное, самые лучшие солисты в нашем районе выходцы как раз вот из этого ансамбля «Зоренька» И я думаю, что вот такой большой дядя, который вынес вот этот букет он тоже пел в «Зореньке» Видите, какой красивый вырос Я думаю, ребята, и у вас такое же будущее С праздником вас! Как рады ли вас! Поздравляем! Приглашаем для награждения Наумова Анастасия призер Московского областного фестиваля конкурса чтецов для учащихся учебных заведений культуры и искусства Открытая книга Театр Студия Класс В рамках национального проекта образования награжден премией по поддержке талантливой молодежи за 2013 год Театр Студия У нас призер областного конкурса театральных коллективов «Митлопэн» Руководитель Омышева Илья Андреевна Руководитель Омышева Илья Андреевна Руководитель Омышева Илья Андреевна Ребята, эти достойные особых аплодисментов Это профессиональные, драматические актеры Я думаю, что их будущее будет очень творческим И мы еще раз их всех поздравляем Памятным знаком достижения молодых награждается Борисова Виктория Победитель областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества Юные таланты Московии Награждается Шаров Андрей Гран-при Московской областной выставки конкурса «Художественная обработка дерева» В рамках конкурса «Юные таланты Московии» Руководитель Омышева Илья Андреевна Руководитель Омышева Илья Андреевна Аплодируйте этому творческому человеку Каких только поделок с его творческой группы выходило Я думаю, его будущее еще более блестящее Награждается Камышанова Юлия Победитель областной выставки конкурса Изобразительного творчества Посвященный 1550-летию со дня Славянской письменности и культуры В рамках конкурса «Юные таланты Московии» Простимкина Кристина Победитель конкурса декоративно-прикладного творчества Многообразия вековых традиций Руководитель победителей Пескунова Олова Владимировна Педагог дополнительного образования Руководитель творческих объединений Резьба по дереву И арт-студия Центра детского творчества Эти ребята занимаются в Центре детского творчества Желаем вам победы и в новом 2014 году Приглашаем представителей Дороховской школы искусств Хореографический коллектив «Звездопад» Лауреатов третьей степени 10-го международного фестиваля Конкурса «Улыбка мира» Преподаватель Суравьева Ольга Юрьевна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Джадзе Кристина Лауреат третьей степени Международной выставки конкурса Детского рисунка «Природа и мы» АПЛОДИСМЕНТЫ Художественный коллектив «Краски» Второе место в международном фестивале детского творчества «Русская матрешка» Город Сергия Фасад АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Награждается юный, но очень талантливый художник. Грачёв Сергей. Сергей является стипедиатом фонда Владимира Спивакова. Его рядом 15-го международного конкурса «Москва встречает друзей». Преподаватель Чернов Владимир Борисович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня мы честны представители Русского училища декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Награждается Чернецова Оксана, лауреат первой степени областном конкурсе творческих работ, посвященных двухсотлетию Бородинского сражения. Награждается Урова Ксения, участница международной выставки-ярмарки «Шар-птица-2013» и всероссийской выставки-ярмарка «Ремесел» в Узмайловском кремле, город Москва. Борисова Дарья, лауреат второй степени в региональном конкурсе творческих работ, который посвящен двухсотлетию Бородинского сражения. Поддержим громкими аплодисментами. Награждается Перфилина Ксения и Мишко Анастасия, победителя областного конкурса «Кремль-Подмосковья». На сцену приглашаются Шульгина Яна и Ханя Любовь. Их тематическое панно, выполненное технике в Борецкой росписи, отмечено дипломом первой степени межрегионального конкурса «История глазами молодых». Мы приглашаем на сцену преподавателей наших талантливых ребят. Царькову Ирину Васильевну, Нилову Анну Владимировну и Куршинову Татьяну Николаевну. Награждается детский ансамбль эстрадного танца «Виктория». Лауреаты второй степени международного фестиваля конкурса хореографического искусства в городе Москва «Ты звезда». Лауреаты второй степени международного фестиваля конкурса «История глазами молодых» Заринская «Виктория» лауреат первой степени международного фестиваля конкурса хореографического искусства в городе Москва «Рождественская звезда». Руководитель Белова Ирина Геннадьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Награждается театральная студия «Новое поколение» при Народном театре. Лауреат Всероссийского фестиваля практикума в городе Коломна, пока горит свеча, руководитель Севоронова Вера Дмитриевна. Пограждается театральная студия «Мир». Лауреат Всероссийского фестиваля практикума в городе Коломна, пока горит свеча, руководитель Булатов Сергей Васильевич. Буквально пару слов. Для нашего коллектива этот год был тяжелый, мы потеряли хороших людей, и не только для нас, для культуры нашего района, но и для многих других людей. И это заслуга не только нашего коллектива, но в том числе и их огромная заслуга. Хочется пожелать, чтобы этот тяжелый год скорее закончился, и начался Новый год. Хороший. Всех с наступающим. Новых вам достижений. Приклашаем для награждения представителей Тучковской детской музыкальной школы. Памятным знаком достижения молодых награждается Тараторкина Ирина и Тимошков Андрей. Лауреат Международного детского и юношеского конкурса фестиваля «Понемель России». Класс добра. Аплодисменты Тучковской музыкальной школе. Награждается фортепиано. Дипломант третьей степени Международного детского и юношеского конкурса фестиваля «Понемель России». Класс фортепиано. Преподаватель Уколова Марина Михайловна. Имена молодых и талантливых ребят Центра культуры и искусств городского поселения Тучкова известны далеко за пределами нашей Московской области. И сегодня мы чествуем прославленных артистов. Гран-при конкурса фестиваля «Сампо» Швеция, Финляндия. Театр-студия «Разбубо». Гран-при международного детского и юношеского фестиваля «Таланты без границ» город Санкт-Петербург. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас «Разбубо» заметно помолодела, но я знаю, что и здесь в зале присутствуют участники этого замечательного коллектива. Поэтому я хочу в лице вот здесь стоящих, так профессионально на вас поглядывающих, поблагодарить прежде всего руководителей. Александр Петрович, персонально вам всем. Дай Бог вам новым творческим успехам, побед, мы вас очень, очень любим. АПЛОДИСМЕНТЫ Солисты студии Качатрян Грачак, лауреат первой степени международного конкурса детских творческих достижений Швеция, Финляндия, Санкт-Петербург. Ивлева Полина, лауреат второй степени международного конкурса детских творческих достижений Швеция, Финляндия, Санкт-Петербург. Асланова Екатерина, гестерников Кирилл, гауреаты второй степени международного детского линия на шестой фестивале «Таланты без границ». Ну это уже заслуженные артисты, но громче, громче. Ударева Валерия и Стерликова Тристина, гран-дрип международного детского и юношеского конкурса в городе Куапсе. Когда мы вместе. Я так растерялась, полюбовавшись на солиста, что даже не успела вручить ему памятную статуэтку. Еще раз поздравляю. Руководитель Стерликова Наталья Анатольевна. На сцену приглашается хореографический ансамбль «Бердоза», гауреаты второй степени международного детского и юношеского конкурса в городе Куапсе «Когда мы вместе». Ребята, это истинные профессионалы хореографии. Я хочу, чтобы вы отдельно горячими аплодисментами поблагодарили руководителей этого замечательного ансамбля. Ребята, уже многие поколения, которые приходят в этот ансамбль, проявляют себя, и я думаю, что их будущее будет замечательным. Спасибо вам огромное. Награждается солисты ансамбля «Бердоза» Алиев Тимур и Болубева Диана, дипломанты международного конкурса «Колымей. Россия». Руководитель ансамбля «Бердозы» Величева Тамара Андреевна и политмейстер Величев Пьян Львович. Награждается Стерлихов Давид и Князева Анна, лауреаты первой степени в номинации «Художественное слово» третьего международного фестиваля в городе Москве. Руководитель «Покучаров» Павел Иосифович. Награждается хореографический ансамбль «Экшн-дэнс». Лауреаты первой степени международного конкурса в Великом Устюге «Зимняя сказка». Лауреаты первой степени международного конкурса «Финляндия, Швеция, Эстония. Путеводная звезда». Руководитель «Проворова» Калина Николаевна. После разгуба весь район думал, почему же «Экшн-дэнс». Теперь, наконец-то, все знают, почему «Экшн» и почему «Дэнс». С успехами вас, ребята! Молодцы! Следующие номинанты – наши вокалистки. Ульянцева Анастасия. Вовремя второй степени международного фестиваля в городе Страсбурге. На свете талантов. Поддержим громкими аплодисментами. Это, ребята, эксклюзив. Громче аплодисменты. Слышали вы, как она поет? Дикого Светлана. Глава третьей степени Всероссийского фестиваля конкурса детского и юношеского творчества в городе Суздаль. Улыбки России. Руководитель Сверева Ольга Александровна. Я просто хочу сказать, что, наверное, у нашего замечательного музыкального руководителя кузница в таких сладоколосах, солидах. Дай Бог, чтобы их было как можно больше. Голоса звучали чище. Ну, а нам от этого было наслаждение. Победитель Международного фестиваля «Наследие талантов». Николишина Юлия. Дипломант 14-го Международного фестиваля конкурса «Музыка и классика» Сергей Рахманин. Пещерякова Кристина. Дипломант 14-го Международного фестиваля конкурса «Щедрая осень русской дворянской культуры». Руководитель Калина Михайловна Аракелова. Пока идет Олег Михайловна, я не могу не сказать несколько слов. Это наши соловьи и такого классического пения. Если кто-то не слышал, я думаю, что вам обязательно надо прийти на концерт и услышать этих замечательных солисток. Спасибо вам огромное, Илья Михайловна. Я думаю, вас окружается можно больше, больше и больше. Примите эти громкие аплодисменты и поздравления. Вот видите, сколько у нас творческих людей, но это только начало. Поэтому всем тем, кто уже получил свои награды дальнейших успехов, а впереди запаситесь терпением самые сильные, ловкие и замечательные. Еще раз с праздником! Примите эти громкие аплодисменты и поздравления от лауреатов первой степени Международного фестиваля конкурса «Огни Парижа» ансамбль танца детской хореографической школы «Ружаночка» под руководством Мишиной Любови Алексеевны. Абсолютно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вас поздравляет лауреат второй степени международного фестиваля в городе Страсбурге «Наследие талантов» Ульянцева Анастасия. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты 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 Всю ночь Доспать хочу, Доспать хочу До самого утра. Откуда крыло Передом не дого Пришла моя тарань. Я не был, Вдруг со мною столом, И был на своем лучах И страдать. Хай, дай, Пастись со мной, И сладяй мы встой, Я танцевать хочу Всю ночь. Я танцевать хочу, Я танцевать хочу До самого утра. Как будто двора Прямо до мне дого Пришла моя пора. Я не понимаю, Что трясающе стало, Люди все учаясь прочь. Откуда здесь со мной, И сладяй мы встой, Я танцевать хочу, Всю ночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова